привет 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 и снова наша с вами научно-познавательная передача с названием аукционов шел инфо номер 199 199 который пройдет с 13 по 19 декабря еще раз с 13 по 19 декабря неделя все как положено ну новость даже не новость а какая-то легкая проблема как ты на которую хочется отозваться и и обсуждать нечего есть элементарное решение как это сделать а именно несколько там каких-то серьезных людей от культуры петровский один из них озаботились проблемой большом как это как назвать то большого посещения людей то есть так музей пробки в музеях до музей переполнены народа и соответственно перед уникальными шедеврами собирается толпа невозможно ничего рассмотреть ну и как бы это нехорошо и дальше предлагаются разные варианты решения один из них это ограничить ну группами да по времени там каждому шедевру подходит группка там из пяти человек у нее есть определенное окошко вот они тут получают удовольствие следующий 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 ну как вариант почему нет другой вариант просто поднять дополнительную цену да то есть общее посещение музея а есть еще отдельно комната или какие какой-то крыло где расположены те самые уникальные произведения за которые надо еще дополнительно заплатить тоже решение почему нет это все напарывается на то что ну как бы у нас начинается разделение людей до граждан как бы то есть те которые с не очень большими доходами получается вот ограничены в посещении музея потому что у них на это не будет хватать денег друзья мои это неизбежно или как это сказать не уникальная история билеты в театр очень разные в зависимости от посещаемости и популярности на концерты разных исполнителей тоже сам история я бы сейчас наше предложение не создавать вот эту историю по с дополнительными крыльями там еще чем-то отдать решение этой проблемы яндексу и как такси пробка увеличилась в музей цена билета возросла снизилась цена билета снизилась потому что создавать про идею когда ты покупаешь там ну через какой-то срок там через месяц через два через полгода ты резко ограничить людей которые приезжают на экскурсии прямо сейчас или будешь заставлять их думать о том что посетить за полгода это тяжело да и неудобно а вопрос денег очень правильный все меряется ценой большая большой спрос повыше цена маленький спрос пониже цена может быть даже от времени суток здесь будет удобно разбить тому же саму яндексу например посещение с 6 утра до 8 ну условно бесплатно да и так далее я сейчас в этой связи вспомнил буквально там семи тире десятилетние давности проблему отсутствие посетителей в музее и тогда наоборот те же наши ведущие музеи изобретали разнообразные способы по привлечению том числе и богатой публике как то один мне из таких вариантов запомнился не знаю был ли реализован это купить ужин в музее там а возможно даже с ночевкой то есть как бы такой вип до даже не не просмотр а погружение вот в это во все было еще раз скажу а было ли это реализовано я не помню может быть так и осталось на стадии а может быть и нет тем не менее ведь как прошло относительно короткое время и ситуация резко перевернулась теперь у нас окажется проблема пробками в музее но вот самый простой вариант как мы сказали яндексу отдать там будет все в порядке я вас уверяю все на этом вступительное слово закончим слава богу что мы с вами обсуждаем вот такие новости и даже подсказываем некоторые решения у нас есть замечательные лоты замечательное произведение искусства которым пока пробок нет все решается наличием их или отсутствие в нашей коллекции возможностью приобрести в чистом виде так что вот вам пожалуйста одно из один из вариантов решения так что к этим лотом сразу переходим поехали и вот вам пожалуйста топ лот за который за просмотр которого мы не будем бы не не брали не берем ни денег ни какой-то там с очереди приезжайте смотрите нет вопросов приезжайте смотрите вдохновляйтесь безусловно мобилизуйтесь да в материальном плане там в деловом как хотите и приобретайте так как перед нами леонид пурыгин друзья мои леонид пурыгин вот уж не то что редкий гость на аукционах а просто и редкий и желанный и т.д. и т.т. причем смотрите ну называют леонида пурыгина русский босс одновременно такой вот наив ибо самоучка до никаких специальных заведений кроме как кружок сейчас так 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 что он закончил на рыда то что он всегда пишу люди пурыгин гениально из нары вот эта его знаменитая фраза на картинах где он подписывался потому что самоучка из кружка рисования деканера фоминска кружок рисования в деканера фоминска к сожалению в каком-то раннем возрасте был предпринят была попытка суицида после которой леонид пурыгин выжил слава тебе господи и ему как раз и открылись вот эти потусторонние миры в которых так просто придумать тем не менее вот они теперь с нами смотрите как работа называется я все обхожу вот эту вот обхожу веляю да если перевести работа здесь есть я специально попрошу нашего оператора чтобы вот в этот момент вам сейчас показали эту надпись значит в переводе на общую потребительность скажем так да то работа называется надо же как хорошо надо же как хорошо на самом деле сейчас вы прочитаете что там написано в этом весь леонид пурыгин весь леонид пурыгин искренен до творческих эмоций не скрывал и название для коммерческой привлекательности не камуфлировал то есть вот здесь надо согласиться и признать они пурыгин это вот как есть да это не какое-то сглаживание какой-то какие-то политессы какая-то там для вот коммерческой продаваемости есть все так вот прям по чесноку что называется в этом вот самое так сказать знатоки пурыгина сразу узнают здесь сразу несколько таких моментов на которые мы обратим ваше внимание у него и сюжеты чуть-чуть отличаются по времени а период творчества очень короткий здесь увы ушел он от нас в каком возрасте то валют подскажи мне но что-то совсем мало сама работа 72 года и вот эти как раз 70-е годы отличаются вот такой зеленовато розовой палитрой более поздние уже идут в такую отчетливую синеву это вот сразу можно смотреть для себя для своих коллекций тот видео видео ряд да такое все не подберу неправильные слова ассортимент неправильные слова видео ряд вот творческого развития про работу интересная вещь смотрите песня о простых радостях до работа происходит из собрания норберта кухенки и кухенки извините если неправильное ударение ставлю кто это такой немецкого журналиста который сыграл потлатого профессора издание фильме осенний марафон друзья мы помните того профессор который учил здесь русский язык незабываемым басилашвили вот этот эпизод с этим профессором это просто гениальная гениальный сюжетик внутри очень хорошего фильма фильм про советское время там отдельная история но вот этот вот профессор да дальше там еще ним подключается еще один персонаж леонова просто фантастика хотите знать что-то про россию пересмотрите вот этот эпизодик но почему я так подробно остановился о фильме и о не потому что мне нравится все важные вещи норберт кухенки да немецкий журналист который сыграл профессора издания теперь смотрите кухенки был один из первых коллекционеров пурыгина то есть он не просто образованный человек сыгравший профессора издания он и действительно кое-что в этом понимал они крепко дружили вот этот самый норберт кухенки с пурыгином и даже после смерти художника его жены кухенки удочерил дочку пурыгина вы представляете какие исторические мы с вами пласты сейчас переворачиваем что стоит за этой работой и кто какие люди в чьих руках она бывала а так как еще раз напомню не не раз и не два и это очень правильно мы приобретаем не только и не просто работу а вот эту всю историю которая за ней стоит но вот нашем случае одно конечно экспертиза валерия сила конечно где здесь он дает имеет музейное значение мы здесь согласны всеми абсолютно и так начало семидесятых особенный период творчества художника это время рождения пурыгина как живописца за три года до этого он пережил то что я сказал клиническую смерть и в результате этого вот открылись наверное мы предполагаем но с большой степенью вероятности открылись вот эти миры которые он выплескивал на холсты а теперь они дошли до нас то что есть еще в этом мире но мы с вами как простые обычные люди этого не видим но благодаря вот этим замечательным произведениям и нам они тоже открываются как считается да это я сказал его работа сегодня особенно на расхват аукционный рекорд превышает 170 тысяч долларов в нашем с вами случае а пурыгином интересуются прям вот очень конкретно бывают моменты когда просто вот несколько человек вынь да положь а нету сейчас есть как не воспользоваться друзьям и при том что цена очень привлекательны тут опять тот случай дадут ли по ней купить это уже не к нам это к вам побороться приобрести конечно конечно такую красоту маша то даже говорить нечего точно будет приобретена за очень правильные деньги которые устроят результате продавца и покупателя обязательно тот самый случай без всякого яндекса мы с вами находим баланс спроса и предложения всегда все довольны так что давайте мобилизуемся получаем удовольствие боремся пополняем коллекции но владимир богданов услышал проверка 44 год представлять ну что такое по нынешним временам вообще юноша уже не мальчик конечно но юноша тем не менее мы восхищаемся до сих пор все боремся приобретаем а мы едем дальше и что называется крепкий немухин наш с вами любимая формулировка до мем превратившись уже в народную слова народная музыка народная и так крепкий немухи называется композиции с картами 2009 год ну или по-другому переводе на общечеловеческий перед нами классический карточный стол владимира немухина коллажная композиция образующая главную метафору жизни где слишком многое подчинено воле случая ну владимир немухин здесь ключевая главная фигура одна из главных фигур хорошо художников первого ряда наших любимых шестидесятников дети говорить нечего поэтому те кто только сейчас для себя открывает эти все миры до искусства и того же самого немухина ну иметь обязательно тем более очень правильные деньги вычеркнуть под еще раз обращу на это внимание когда тут купить друзьям и здесь поборемся посмотрим тем не менее действительно удобный правильный момент для приобретения крепкого немухина конечно экспертиза всегда в таких случаях полный комплект для нашего самодовольства время сейчас для таких покупок очень правильно здесь не очень правильно как бы говорить об этом но цены начали немножко так вот навстречу покупателю идти скажем так вот дипломатично и покупателям надо конечно этим пользоваться сейчас еще раз мы говорим выстреливают очень хорошие и среднехорошие работы по прям вот привлекательным ценам мне сейчас тот скажет а если мы подождем месяцок-другой а еще лучше так там они еще привлекательнее станут друзья мои мы знаем много таких людей которые все ждали 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 одни с продажами другие с покупками каждый раз это мимо поэтому всегда момент ситуативный такой присутствует да сейчас поэтому прямо сейчас есть такая возможность надо купить безусловно потом скажете спасибо как она и происходит зачастую всегда спустя какое-то время вот вы говорили а мы не послушали или вы говорили а мы воспользовались то самое слово который тоже стал народным воспользоваться а мы движемся дальше те же работу нашему с вами вниманию слепышев анатолий слепышев всадница на прогулке 2001 год просто идеальный классический и очень красивый слепышев я уже как-то останавливался на этой теме что у него не все работы заряжены такой вот романтично положительной энергией вот как раз так а прогулки они из разряда вот этих так у него есть прогулки прям вот мрачные такие уходящие куда-то в закат там телеги с обязательными собачками значит здесь да 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 вот видите тоже лошадь и собачка это все классика это все классика но нету ничего уходящего в закат все очень яркое красивое и прямо то что нам надо из разряда красивых слепшего хотя есть у него очень мрачный и тоже очень красивый но там уже с этим жить и тогда здесь с этой работой жить одно удовольствие и так анатолий слепышев не принадлежал не принадлежал диссидентскому кругу неофициального искусства ученик да и некий с конца шестидесятых член союза художников в этом смысле все хорошо тем не менее шестидесятниками и нонконформистами он выставлялся в частности в павильоне дом культуры на в днх в семьдесят пятом году участвовал в измаиловской выставке и в квартирниках мастерской михаила одноралова в общем был в правильной обойме и платил за это цену так как считался аморальным старайте ну сейчас вот на примере этой работы говорить об этом глупо здесь не то что аморальность да какая-то хотя для того времени на тоже где тут вам трудовые будни что называется где доярки и передовики на производство ничего этого нет есть абсолютная дворянская романтика вот так нам кажется значит ругали его не за это там у него такие есть работы хулиганские тоже не пурыгин безусловно который был только что перед нами но нормально значит добавить еще хочу слепшив был из разряда валюты когда только-только произошла так называемая горбачевская перестройка это я специально видите как говорю чтобы молодежь подрастающую хотя бы понимала чуть-чуть о чем идет речь это середина начала восьмидесятых середина еще не те самые лихие 90-е про которые мы с вами все уж прожужжали значит а это вот восьмидесятый горбачевская перестройка и тогда только-только разрешили людям выезжать за границу насовсем там за границей по советское время это была такая манна небесная либо в командировку либо в отпуск либо уже на совсем это была большая проблема но тем не менее вот перестройка и разрешили и а с какими деньгами ехать советскими рублями тогда их называли деревянные невозможно там они никому не нужны я тут же спросит а сейчас то ну друзья извините такие у нас с вами времена значит и покупали картины слепшего и с его работами выезжали за границу так что слепышев всегда был востребованным художником даже и в этом смысле сейчас великолепная цена третий раз говорю я великолепная цена так что вот этот баланс покупать по встречного движения продавцов покупателей точно будет найден давайте присмотреться мобилизоваться участвовать торгах приобрести а мы движемся дальше анатолий зверев цветы в банке 1955-1957 датировка тот случай когда подписи еще нет но это самое 50-е года это прям вот сам ударный период когда еще зверев молод силен могуч и так далее подпись и как элемент картины у него станет позже вот именно это правильная фраза подпись как элемент картины не подпись как авторство а это вот всегда внедрено внутрь здесь пока этого нет но рисунок а это у нас с вами фотобумага масло одно удовольствие одно удовольствие мало того что 50 лучший период творчества зверева но это и большая редкость с вами понимаем поэтому в принципе кто увлекает собирает зверева и уже имеет целый ряд каких-то работ в виде женских портретов я перечислял да даже если у вас есть уже дон кихот или не корина гора знаменитые его темы а нет какого-то вот такого натюрморта наш с вами случай так что обратить внимание приобрести а мы едем дальше эдуард гороховский дамы и господа 1990 50 1995 год размер сами видите 110 на 130 абсолютно эталонный гороховский поэтому в принципе кто коллекции еще не имеет а вот надо одной работой закрыть себе эту тему гороховского нашему с вами внимание абсолютно идеально правильный вариант вот все что нужно сосредоточие всех его магистральных идей напомним гороховский новатор картин фотограмм фотографическая основа не фото не путать символизирует мистику коллективной памяти и связь поколений в свою очередь сюжет верхнего слоя считывается как ветер перемен как сила разрушающая память и связь поколений и все это мы видим в этой картине дамы и господа имеет безупречный провинанс участвовала в выставках вообще все хорошо так что есть что поизучать вот при всем как бы сходу не схватывает взгляд что здесь вот где на каком уровне и так далее но вот просто как я вам сказал что картина имеет несколько слоев и каждый из них содержательную часть несет то вы в ней сейчас разберетесь и разглядеть так что редкая возможность друзья мы гороховский такой же не частый гость на аукционах а уж тем более в эталонном своем воплощении так что деваться некуда давайте кому-то повезет а мы едем дальше и перед нами александр совку работа называется белка и стрелка что хотел сказать нам главный художник русского полемпсиста ироничный александр совку этой работой тут много он дать как художник что-то свое закладывает а мы с вами зрители и так сказать получатели до этого творчества видим немножко другой и мы с ним на эту тему кстати говоря слегка так по дискутировали или полемизировали здесь вопрос здесь сразу первое что бросается в глаза это белка и стрелка раз и как бы что это явно не белка и стрелка то есть особи не женского пола да так называемость может говорить по собачьи да вот так как говорят собачники кобели я сразу припомнил разговоре с александром совку что с белкой и стрелкой было какая-то не то чтобы путаница но замена мы сейчас не будем брать их предшественников которых судьба которых не очень удачно до ракеты взрывались белка и стрелка это первые действительно вышедшие на орбиту животные живые существа и потом вернувшись это была фантастическая история фантастическая какие проблемы сложности преодолели преодолеваться вот преодолеваем и тот момент мы сами не представляем тем не менее пол у белки и стрелки был действительно правильный пол это были самочки женского такого пола почему девочки да говорят собачники потому что костюмы которые должны были в том числе утилизировать их обход отходы были придуманы именно для девочек а мальчиков здесь столкнулись какой-то сложностью плюс вес рост уживаемость между собой послушная да вот это все отложилось сужало 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 круг так сказать потенциальных покорителей космоса выбор был сделан в пользу таких так называемых дворняжек беспородных потому что они оказались самые приспособленные и выживаемые и вот белка стрелка у них были другие имена с этим тоже не так все просто казалось бы залез в википедию ли на сайт роскосмоса где есть музей посвящена этому полету и там узнаешь про все на свете ничего подобного все по-разному один из вариантов это то что имена первоначально этих собак были альбина и маркиза альбина и маркиза по другим по другой данной информации там капелька и как-то еще я сейчас не помню собак было много были дублеры поэтому здесь в общем понятно почему тем не менее вернемся белка и стрелка это было придумано нарочно как в такой бренд узнаваемый легко читаемый и легко запоминаем белка и стрелка что и произошло кстати отметим этим людям из советского в нашего прошлого которые думали о международном пиаре и маркетинге абсолютно удачном и тогда кстати говоря один щенков одной из собак сейчас не по не знаю не помню какой был подарен жаклин кеннеди и имел после этого потомство так что там родословное все в порядке отсюда и прыжок уже вот этим ну наверное потомкам белки и стрелки да это же таки респектабельные господа в наш какой-то современное условно бизнес-время так что вот такой вот сквозь пространство и времени до пронзенный соединенный сюжет очень интересный много ностальгии сразу вот сколько им информации выдал навеянный до одной вот только этой работой вот этим сюжетом замечательная работа художник так что здесь все хорошо и на подарок и себе и еще по какому случаю здесь конечно широкий круг варианты применения этой работы напишите меня за такую утилитарность тем не менее 21 работа каждую неделю нашему своими внимания всегда есть за что побороться есть что приобрести есть что поизучать как вот пожалуйста александр совко даже что-то такое философски переосмыслить так что одно удовольствие нам с вами работать не прощаемся всегда до новых встреч будет обязательно продолжение как выполнение вашей коллекции так и выполнение нашего опциона давайте друзья мои всем удачи